Чтобы не было недоразумений, когда мы подходим к процессу моделирования, особенно визуального, нужно держать в голове следующие моменты. Визуализируется не столько операционная, сколько человеческая семантика программного обеспечения. Алгоритмы работы системы, правила ее использования. Кроме программного обеспечения, визуализируется также предметная область, для которой предназначено данное программное обеспечение. Например, организационная структура компании и ее бизнес-процессы. Визуальной модели ни в коем случае не являются полной спецификацией системы. Допускаются пробелы. И моделируя программ, допускаются, естественно, пробелы. Вот. И моделируется, собственно, программное обеспечение с разных точек зрения. Вот такая концепция используется в UML. То есть мы, чтобы некоторые аспекты рассмотреть подробнее, просто переходим к определенному виду диаграммы, тем самым описываем соответствующую точку обзора. То есть у нас могут быть какие-то диаграммы последовательности действий, диаграммы перехода из одного состояния в другое, ну, то есть динамику описывающие. Есть статические диаграммы, которые просто показывают, какие у нас объекты есть, или классы в предметной области, как они взаимодействуют друг с другом, что полезного делают и так далее. Спасибо.